Новая транспортная схема обошлась столице Приволжи в круглую сумму, тем не менее, результат таких затрат и двухлетнего труда экспертов себя не оправдал. Именно поэтому глава города Владимир Панов решил вынести этот вопрос на общественное обсуждение. Напомню, в соответствии со стратегией внедрения КТС, в ближайшие месяцы планировалось отменить еще 20 маршрутов. Однако Владимир Панов призвал коллег не торопиться с изменениями до тех пор, пока сложившиеся ситуации не получат экспертную оценку. Основная задача как раз создать правильный цикл движения автобусов и маршрутов, для того, чтобы нашим нижнегородцам было комфортно передвигаться по городу Нижнего Новгорода, учесть максимальную загруженность, в первую очередь, конечно, муниципального транспорта и метро в первую очередь. На сегодняшний день действительно мы говорим о показателях, что пассажиропоток на муниципальном транспорте падает, падает из-за как раз несовершенствий данной маршрутной сети. Не совсем понятно и то, что будет дальше с новой транспортной схемой. В частности, властям необходимо обозначить план действий, отмена КТС или ее изменения. Высказать свое мнение предложили и нижегородцам. В течение месяца в городской администрации будет работать горячая линия, по которой любой житель может рассказать о том маршруте, который нужно вернуть, или который, наоборот, является неэффективным. Следующим этапом модернизации маршрутной сети станет публичное обсуждение. В каждом районе проведут открытые встречи с жителями, где объяснят корректировки, внесенные в транспортную схему. Необходимо, чтобы появилось понятное расписание жестким контролем времени. Чтобы обеспечить еще перемещение общественного транспорта в городе, нужно смотреть еще дальше. То есть нам нужно создавать выделенные полосы, чтобы было преимущественно общественного транспорта. Это успешная практика там, где это возможно. Необходимо создать новые остановки, которые будут подключены, соответственно, к единому диспетчерскому пульту. Соответственно, там будет происходить контроль за перемещением всего общественного транспорта. Кстати, решать проблему сети общественного транспорта придется новому директору Департамента транспорта и связи Елене Кузнецовой. 12 марта она займет пост своего предшественника Александра Галафастова.